доброго времени суток у нас сегодня на обзоре косильная головка как мы распакуем и посмотрим она мне только пришлось сегодня пришла довольно быстро вот такая интересная конструкция довольно увесистая пластиковая имеет снизу черный пластик черный пластик сверху пластик коричневый сейчас посмотрим может где-нибудь есть название пластика нет идея пока название пластика не вижу сайт производителя сборка на четыре болта конечно посмотреть что внутри так внутри запаян запаяна резьбовая часть . с резьбой надеюсь она подойдет моему стилю я даже что-то не уточню я думал так как он здесь вот оставлено под гайку и одну накручиваться будет вставляться родная гайка и затягиваться нет она там имеется резьбовая часть по втулочке по втулочке суть этой косы в следующем не заправляются такая вот леска леска написано по 22 сантиметра концы как она будет работать 22 сантиметрами я пока не знаю мне кажется это очень много тяжело и будет где хорошо вращаются не тяжело вращается так ладно пока я бы нам два русика . так вот такой принцип ее она мне нужна для покоса вот такой принцип работы на четыре лески если у вас мощная бензокоса то она будет тянуть у меня лошадка сразу скажу на четыре конца на не будет тянуть только на два конца то есть 4 как от лески она еще будет работать у меня два года пользовался я алюминиевым пауком алюминиевым пауком через ампутация необычные катушки не подходят мне никак не зарядить их когда резко заканчивается я пользовался пауком алюминием все меня вполне устраивает но там надо чтоб леску каждый раз зарядиться и стороны откручивать с обратной стороны головки надо откручивать ее то есть глушить полностью бензокосу переворачивать для кучу эту я катушечку взял за 500 рублей я думаю что взял по принципу исходя из того что глушить уже бензокоса не надо а просто достать достать вот эти усики лески и вставить продолжают работать так вот посмотрите выглядит катушка в разборе довольно аккуратное литье а будет минимальный черный пластик толщина его примерно миллиметра три с половиной на скидку сделано ребра усиление основной пластик толщиной где-то примерно миллиметров пять сделано тоже все аккуратно так шпульки вот этих которые вставлять вставлять надо леску леска родная у меня сейчас нету штангель циркуля не могу померить она влезает как вы видите идеально а вот уже покупная леска я пользуюсь леской 2 и 4 это квадрат закрученный я ее уже вставить не могу придется дорабатывать при помощи сверла вот как видите она никак не вставляется ну ладно это не критично рассверлю тоненьким сверлом соберем все обратно так для удобства чтобы ничего не попадать здесь и делаем штыречек маленький позор захватываться нормально 4 самореза так сказал меня штиль 55 первая же сразу проблемка выскочила первая проблемка то что у производителя не указано шаг резьбы вот внутри этой штуки запрессованы во первых и очень тяжело рассмотреть на фотографии на фотографии очень тяжело рассмотреть и я думал она раз здесь есть обстамповано отформованы шестигранник я думаю будет закручиваться это дело при помощи родной гайки на 1 гайка даже в это дело не идет накручиваться всего лишь накручиваться даже не хочет накручиваться она вот накручиваться всего лишь полторы полторы нитки дальше она все дальше она не идет по причине того что здесь находится шаг на стиле шаг резьбы миллиметр а там шаг 125 вот так как у производителя размеры не указано буду требовать возврата ну что давайте закруглять наш видеоролик на дворе уже октябрь по поводу вот этой катушечки малейка предыстории когда я покупал на алиэкспресс эту катушку заказывал там не было указано шага резьбы шаг резьбы оказался там 125 на штиле шаг резьбы миллиметр то есть мне это дело не подошло я отправил видео на алиэкспресс открыл спор и мне соответственно вернули деньги но через некоторое время у меня полетел вот это уже восстановленный редуктор у меня сломался редуктор развалился подшипник и соответственно я купил аналог штилю аналог за 700 рублей и там уже резьба 125 то есть я продолжил работать вот этой катушечка маленько предыстории после операции я пользовался вот такую таким вот алюминиевым пауком скажу сразу честно он не убиваем и он не убиваем и даже вот стрелочка практически оборотов показания в ту сторону оборотов она не изнасилов то из недостатков у этого паука есть один недостаток его можно закрутить только при помощи вот такого самодельного ключа я встречал на ю тубе видео обзорах утверждались укакивались что можно затянуть свечным ключом смотрите какой люк у свечного ключа максимум можете только сорвать вот эти гайки я сделал вот такой самодельный ключ внутренние 25 25 у меня на ключе получаются 24 с половиной если очень сильно надо приложить усилия для затяжки примерно такое как усилия затянуть болт м10 вот с таким приблизительно надо усилием если вы не затянете с таким усилием леска просто вылетает просто вылетает и постоянно надо под рукой держать вот этот ключ мною было принято решение попробовать вот такую вот головку заказать с алиэкспресс это мы теперь откладываем прокосил я сезон не целый не целый сезон катушка себя показала очень замечательно опять же в сравнении с этой нет другим больше ничего сравнивать эта катушка более тяжелее эта катушка легче и она берет большую нагрузку у меня бензотриммер хундай ой хундай хундай мне уже не кашу у меня бензотриммер штиль fs 55 и у него лошадок всего лишь одна лошадка то есть слабенькая слабенький бензотриммер попробовал я косить на два усика не знаю почему раза три четыре раза заряжал леска быстро вылетает я даже сначала расстроился касата слабенькая буду я только заряжать на два усика на две стороны то есть четыре уса вот так вот хотел оставить почему-то это самое быстро вылетало потом я стал заряжать на четыре уса и вылет прекратился в среднем хватает прокосить 2-3 бака если конечно попадаются какая-нибудь там ну допустим лебеда огрубевшая дикая сморода поросли дикой малины если вы где-то раскашиваете место то конечно это расход идет лески бак раз к одному к одному заряду леску еще такая особенность что вот в эту леску и в этот головку я заряжал даже и троечку и четверку заряжал она встает сюда здесь только леска вставать будет 2 и 4 отверстия только по 2 и 4 или вам придется рассверливать за сезон вот эти вот концы маленечко по износились по износились я думаю с таким талантом с таким темпом точнее сказать мне хватит где-то сезонов на всем козьбы я кашу немало кашу у меня только участок 48 соток и плюс я еще борщиков кашу из за участком там большая там соток на на 10 и плюс так еще об участок рассказывает то есть 48 соткам где-то у меня соток еще 15 сверху прилетают делаю я несколько прокосов делаю от двух до трех прокосов за улок чаще кашу у коп территорию плана кашу пореже два раза за сезон в принципе мне понравилось понравилась эта самая коса такая из недостатков у нее особых нету только леска 2 и 4 но еще такой недостаток когда ее перегрызет вот в этом месте вот сейчас видите вот один усик перетерло осталось то надо при помощи гвоздика выцарапать так она не вылезает то касается редуктор редуктор восстановил сделал уже отверстие под шприцовку что же на этом ролик заканчиваем с вами был сергей до свидания а